Значит, на Кубе две разновидности машин. Те, что помнят времена Луки Лусьяна и Аль Капоне, и советские, постреволюционные. Волги, москвичи, семерки, пожалуйста, шестерки. Наш соотечественник. Но весь наш отечественный автопром, доставшийся от Советского Союза, сливается с цветом асфальт. Ну уж извините. Глаз цепляют машины цвета конфет и баблгамов из заморского магазина сладостей. Какого года машина? 57 лет, друзья. Смотрите, какой красавчик. Что ты скажешь? Гавана, пожалуй, единственная точка на карте мира, которая не похожа ни на один другой город. Выглядит и звучит совершенно по-особенному. Настоящая столица ретро-каров. Да, такая точка мира с такими тачками мира. Одна на белом свете. Начищенные до блеска машины на улицах Гаваны – это визитная карточка Кубы. Они, конечно, рычат и кударчат, чадят и букают. Но делают они эти звуки красиво. А красавицам прощается все. Владельцы раритетов такие фарцовщики. Не мыслят жизни без своих самочек. Носится с ними, как будто конфет на букетный период никогда не заканчивается. Самой частой причиной поломки кубинских машин является отвалившееся колесо. Изношенность подвески – здесь типичный диагноз. Я же говорю, либо ты ремонтируешь всю жизнь свой музей на колесах, либо ходишь пешком. Вокруг только и разговор, что Куба вот-вот начнет меняться и забывать о своих социалистических приоритетах. И тут вопросится, что станет с этими машинами? Неужели эта красота разлетится по коллекционным гаражам? Вы продали свою машину за большие деньги, чтобы новую купить? Нет. И все. И все. Это классический машин. Мне нравится больше, чем модернный машин. Понимаете? Мне нравится. Я очень люблю. Я не буду продавать, потому что это моя центр. Если я его продаю, то я не могу. В общем, хочется верить, что кубинцы не погонятся с деньгами. Но я все равно не верю. Поэтому решился, решился оседлать этот музейный экспонат на колесах, пока не поздно. Давай, вторая. Я тебя очень прошу, ты где-то здесь. Я верю в тебя. Где ты, моя вторая передача? Вот он. Подвижный, рычащий, живой, слегка скрипучий и пахнущий кубинской историей звук. Слышите, какой саунд, друзья? Это не шум, это даже не звук. Это настоящая песня 53-го года выпуска. Мурашки по коже. Хозяева этих автомобилей, друзья, не коллекционеры и уж тем более не выпендрежники. Это обычные кубинцы. Здесь невозможно купить новую машину, поэтому для островитян это самое обычное средство передвижения, за которым нужно из года в год следить все больше и больше. Откуда эти звуки на дорогах? Надо рассказать. Хотя бы коротко. Ситуация на Кубе была такой. Экономическая блокада привела к тому, что после 1959 года автомобильная техника в страну практически не ввозилась. Эти автомобили, как правило, в то, что оставили на острове американцы. Да, чуть не забыл важную деталь. Всего пять лет как можно зарабатывать с помощью этих машин здесь водителем. Ну, приезжают туристы. Вау, какой раритет! Пожалуйста, прокатите! Не вопрос. 35 долларов в час и поехали куда угодно. Ну, не так-то это и просто, друзья, крутить баранку такого ретро-кара. Отлично! В этом!